welcome 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 ну что до европы до конца европы сегодняшнего дня осталось одно бо3 у них всего 2 або 3 в день идет но вот такая игра у нас сейчас ждет ребят давайте табличку вам покажу что было больше ажиотажа к этой встрече мисс фита 41 группе а и в группе и штоки и 42 а так как круг второго круга с группы а не будет у и что киев им нужно побеждать здесь и сейчас иначе все не проиграет эту игру они немного сугубят свое положение не дай бог другие команды такие как сплайс или unicorns of love и одержит победу над misfit гейминг тогда получится что вы тупо не сможете перегнать своих оппонентов по группе перегнать нужно три команды выходят в плей-офф из пяти четвертое место не играет вообще заканчивается для нее чемпионат а пятое место отправляется в челленджер для них чемпионат в lcc тоже заканчивается ну и там им придется отстаивать честь того что они имеют право находиться на lcs но вот эти вот топ-3 команды из группы чем выше вы заметите позицию тем соответственно слабее будет соперник тем более что есть с кем делиться если посмотреть на группу b то по сути и штукей сплайс и unicorns of love но на сплайсы чуть-чуть послабее выглядят но не настолько уж много и у них свои тоже есть прелести свои есть классные пики и тебе здесь один из лучших ботлейнов чемпионата у сплайсов но топ-2 вчера они подтвердили и так и остались топ-2 все же они топ-2 вчера мы они играли с фанатиками мы с вами наблюдали ну а что касается команд из группы а то там ярко выражено в этом сплите два лидера может быть g2 подтянутся но пока g2 не тянут на то чтобы побеждать хоть какую-то команду из группы b из этих лидеров и конечно же имею ввиду может быть подтянутся сейчас для них неделя будет отдыха несложная встреча у них сначала будет потом будет неделя отдыха и это неделя отдыха будет от чемпионата lcs зато будет хорошая практика на мировом уровне они будут играть в голубом ущелье ребят турнир голубое ущелье который будет проходить на следующей неделе такие дела будем его смотреть либо будем смотреть красное ущелье голосование будет запущено завтра так что всех завтра приглашаю где-то в районе 22 23 от вашего голоса будет зависеть будущее но если не страны то будущее стрима на следующую неделю игнар получает у нас трэша на фирспике это конечно же наверное не самая разумная идея была от команды h2k более того я бы сказал что трэш он в обе руки должен был идти напоминаю что трэша от чо также великолепен причем от чо великолепенный там кенч и вот мисс фит это это знали они забанили там кенча и получилось что чо теряет своих двух мэйн чемпионов минус трэш минус там кенч и вынужден брать просто тупо браума но долго тут фаби он перекликивает чемпиона скорее сейчас возьмет это керри против варуса кейтлин взяли бы они если бы она была не забанена ну а так других братья особые нет надобность если нюклер конечно не является богом на каких-то чемпионах а он кстати является является очень хорошим нюклер джином но джин они побоялись брать наверно из-за трэша из казикса уже взятого то есть довольно мобильный казик с которого хрен все равно попадешь скиллами ну и трэш который может статичного до керри ловить ашу кто-то скажет она что же статичная но аша она другого типа а до керри совершенно она будет как раз ближе к рексайк стоять ближе к браума стоять все смогут развернуться и помогать если что да и аша очень хороша против варуса на линии так и надо было писать что сбора на голубое ущелье это такой турнир ну да ну я сборы делал на красное ущелье то есть я уже напоминаю вам еще раз что там турнир будет проводиться одновременно некоторые встречи будут пересекаться но по большему счету они не будут пересекаться но стримить все вместе будет крайне тяжело и это должно быть точно как говорится одобрено финансово потому что ну реально это очень тяжело будет отстримить все поэтому скорее всего но я думаю люди проголосуют за голубое ущелье вряд ли они захотят смотреть красное ущелье там и просыпаться надо в другое время там они будут скорее всего играться с 9 утра до где-то 18 а вот эти будут начинаться где-то с 4 вечера до 22 даже наверно позже чутка чтобы американцам было не так тяжело наверно будет начинаться с 19 до вот почти часу ночи потому что американцы я имею ввиду не игроки чтобы им было тяжело игроков то по барабану приехал акклиматизировался за два дня и все хорошо здесь подразумевается чтобы зрители могли американские смотреть это как они это будут смотреть если в 16 будет начало тоже скорее всего ближе к часу ночи будет все заканчивается ну а корея китай тайвань а у них регион получается в одном часовом поясе находится они скорее всего будут как раз 9 но и чтобы это все прокомментики сами понимаете там вообще спать нельзя а так как мы нас нету никакого финансирования ребят мы живем только за счет вашего доната то сами считайте как есть ты ванга у ханах что-то там на ванговал ты на ванговал ариану видимо ариана была пикнут команда h2k хороший пик под рик сайку можно пикать виктора но виктора не очень любят европейцы вот что я заметил виктора в основном играет в корее и есть парочку неплохих викторов в америке зачастую это кстати те же самые корейцы которые на медиа стоят галлио в последний момент был взят команды h2k что вообще мы забыли про этого чемпиона и не только мы но и обе команды с 10 банов умудрились пропустить бан на галлио зато был забанен зак ну это по дефолту два саппорта от игнара но трэш прошел все равно минус синдра минус корки от фабивана и минус кассиопе от пауэра фывала и минус ринга рингтон конечно же не рингар рингтон чтоб альфари на нем не играл но я думаю это было связано как раз таки с пиком галлио там комментатор сейчас фантазирует и фантазирует они довольно правильно ульта аши как инициация в эту ульту аши в застаненную цель будет в наглую просто вбегать рексайка на рексайку будет улететь галлио браун будет прикрывать ашу и ариану если что-то пойдет не так а если все пошло так то он сможет сверху добавить еще свою ульту ну точнее снизу потому что разлом идет по низу но у нас power of evil выбивает себе ли бланку и нашу ртуз power of evil in coming он же у нас и ариану с нашу ртузом уже играл и кого напомню напомните мне какого недавно чемпиона тоже играл с нашу ртузом что обычно не делают зикс нет не зикс был талия не точно не талия не вспомню кассиопея с наш ртузом нет не было кассиопея или было подождите а подождите по моему как раз кассиопея с нашу ртузом я еще обращал внимание что на автоатаки то сделать не может даже но там она шортус последний момент был собран в последний момент да 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 на шортус на кассиопея был вот power of evil а по и по и именно так сыграл макс лор на казик 7 янкос на рексайке макс лоран со штурмрайдер серджем и янка сыграет с фервора late game очевидно эти конечно же за командой чтокей чистый full house взят с немножко примесью магического урона 100 плейна физического урона с леса но с обилием подкидываний против которых мерки не работают кто не знает вы не можете доноить свой полет в воздухе уменьшать время его кроме кстати говоря нами но с нами вообще интересная история но я думаю не будем в нее вдаваться когда нами пикнет какая-нибудь команда вы можете мне напомнить я вам расскажу как вообще со спеллом нами с ее кушкой риута долго пытались придумать как это все сделать и в итоге они там три раза ошибались три раза потом извинялись за то что они сами же ошиблись но у нас давайте на команду мисситов посмотрим а то я сказал что они late game проиграет все типа уже все никак не выиграть выиграть ребят еще как выиграть у них есть два телепорта следовательно не в один момент начнут играть 311 в последующей стадии игры будут играть полностью 41 где четверка будет включать себя рамбла на вот как раз таки али бланка с пистолетом с лич бэйном ну и стандартными дальше предметами там вот став рободом будет не будет не знаю может она жоню выберет на ней power of evil будет стараться сплит пушить ариана 3 0 в этом сплите от фаби вана 19 и 5 кда очень хороший показатель когда она чисто арианья и можно его только лишь поздравить но вот у нас была перед этим перед игрой статистика двух этих игроков сравнивали power of evil нам оба они не получают титул лучшего мид лейнера не по версии капса не по версии риот games фаби ван получает топ-1 статистику среди мид лейнеров фермеров вот как фермера он топ-1 причем с запасом таким приличным допустим power of evil был по-моему на седьмом месте у power of evil а минус 5 крипов я не помню там 15 или 20 была минута по-моему 20 минус 5 крипов 20 а у фаби вана фаби вана плюс 17 или 20 как-то так было написано то есть там довольно прилично получается 20 крипов это целый килл мы уже с вами вчера это подсчитывали это целый килл на одном только фарме набирает себе фаби ван но зато power of evil топ-1 среди убийц но я думаю это связано с тем что хансама и альфари вообще киллы не забирает в играх обычно забирает их макс лор до power of evil и вот и получается что power of evil среди мид лейнеров самый лучший киллер про то количество киллов риота не написали им просто сказали что он топ-1 ванюшка есть все на ю тубе можешь посмотреть а если тебе лень смотреть то счет тебе спалерну да макаки вчера одержали победу а вот пижамы так и остались в пижамах ниндзями но побед у них так и нету до сих пор ну да один килл мы там гипотетически такие подсчеты проводили понятное дело время когда этот был сделан килл влияет но если до 20 минуты оценивать то средняя стоимость крипа получается 17 18 золота вот и считаете один килл это 300 золота примерно 17 как раз крипов это и будет цена но если ты умираешь два раза подряд твоя цена становится дешевле соответственно ты стоишь уже дешевле чем 17 крипов но и в таком духе то можно проводить арифметику а если тележки пропускал то и крипы у тебя довольно дешевый получается ребят а у нас first gang и янка сделает first blood для своей команды вспоминаемые что янка с когда-то был first blood king а это было в прошлом сезоне не сплите я здесь наконец-то не оговорился в 2016 году янка с являлся европейским first blood king он забирал себе постоянные килл им но весь прошлый сплит уже был провал не получалось у него никак сделать это он там третье или четвертое место по статистике занял а этот сплит так вообще провал у команды h2k янка с даже килл это вообще не делает не то что там first blood кингом быть ну и команда его их тоже не набирает first blood он даже в них не участвует фэбе кинг за работой да отработано сейчас было янка замакил как они сделали на альфаре стандартный ганг не было поставлено варда вопрос к макс лору или к альфаре кто из них не не проконтролил возможная потенциальная ганка трик сайки но так или иначе макс лор отхватил много леса рапторов еще украл у янка за и сейчас у него 28 фарма на янка за 15 янка с доволен потому что он успел купить себе гидру на распродаже за 1200 с этого first blood как раз 400 пришло он там вернулся говорит ипотеку оплатил оплатил так счет за телефон оплатил коммунальные оплатил о гидра за 1200 беру и бутылку еще себе хотя бутылка уже была куплена он два светильника себе купил торшера так сказать о вот один светильник он поставил и находит светильник макс лора и на них же зарабатывает сразу на барахло лодочку сдал макс лор ему янка с будет отменять наверное река хотя не поставил он туда вард поставил другой куст увидел что отсюда уже улетел казикс но янка с ничего не найдет в чужом лесу чешет голову понимает он что сейчас темп немножко потерял теоретически он знает что синий баф поэт через 20 секунд но и или бланк будет готова к этому и вот нам показывают игнара ребят 15 когда на трэше 14 когда на рейкане ну и так себе когда на блице но общая статистика 5 побед и 1 поражение на этих чемпионах у игнара и соответственно ребят соответственно и штукей вот обратились к банам рейкана и блица может быть они исходили из того что не заберут мисс фиты себе трэша на фирспике ну просто забирать трэша на фирспике это отдавать хороших чемпионов оппонентам постараются они сэкономить типа ну не сэкономить а взять себе например урвать ту же самую ли бланку на фирспике но видите ли бланку они во второй ротации просто забрали и не парили с деказикса во второй ротации забрали а вот реша себе урвали таким образом синий баф power of all идет забирать эксайк там помешать этому процессу не сможет хороший кухан но не долетел он даже гидра за 1200 это тиамат ну да но да блицу сложнее выживать да 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 у блица когда то что такой низкий опа у нас 6 лев лапнул а ша быстрее чем сделал это хансама хансама теперь получает свой шестой левел пытается развернуться в нюклер а но урона ему уже не хватает как же так то неправда братцы говорит нюклер мы вроде думали что будет тяжелая линия мы им отдали трэша испугались они получили еще себе варуса а мы их просто хоп и победили это подождите получается нюклер взял шестой левел раньше да надо сейчас повтор посмотреть может я как-то неправильно понял как все это пошло янкс тем временем обворовывает здесь макс лора на шишечке выпрыгивает но power of all будет за него цепляться янкс пытается на ешке уйти он был уверен что убежит ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй не зря ри вот и писали нам что фоби иван просто фермер он не убийца он просто фермер ребят нельзя давать фермеру в руки ружье он же себе ногу отстрелит ай-яй-яй-яй-яй фоби иван ошибся грубо янкс поверил в него флешнулся даже дальше вперед но уже было слишком поздно фермер промахнулся тут у нас туда мне ловит обнаглевшего немножко макс лора забирает себе соло килл но это индивидуальный ход а туда мне он догадался где будет сейчас находиться казикс прибежал мешать ему забирать рапторов и говорит о тут не просто бы заберу я еще и себе блоху эту раздавлю но power of evil как риут и писали он у нас настоящий убийца и он себе заработал два килла два единственно килла команды пока у него и тяжелый сейчас проход будет дальше у команды h2k проход по мидгейму я имею ввиду потому что тут тебе и power spike получается указикса тут тебе power spike у рамбла тут или бланк вышла вперед по предметам но единственного твару с отстает он отстает там на ботинок ерунда по цене это ж не фб было сделано смотрим повтор у янка за есть флэш он его не потратил потому что думал что уйдет на ешке за ним флэш носа power of evil и здесь янка смог отфлэшиваться но он флэш носов power of evil а считая что фоби иван сейчас во время его подкидывания даст ульту хансама ультует подкидывают они здесь чё и чё оказался со своим щитом с другой стороны баррикад ай-яй-яй-яй-яй нюклер погибает и говорит где же ты мой сердечный усатый друг товарищ как же ты меня так предал он говорит я это щит там ставил почему тебя не было аша рядом аш и не было рядом ребята ее просто обошли там трэш хорошее перекидывание дал оттащил просто усача подальше и команда мисс вид уходит вперед по золоту забирает еще и вышку плюс 1000 с плюсом сейчас будет а не тут у нас сюда мне в тихаря тоже убивает вышку телепорт кстати говоря рамбл нажимал кто не заметил на бот лейна уда мне свой телепорт тратил на линию на топ 43 макс лор агрессивненько оба играют джанглера на это очень много времени обращали аналитики из студии там английские они нам позвали сегодня в аналитику я мотокена на команда которого победила давайте смотреть повтор не было рамбла здесь сразу видите да они галю кстати нажимал телепорт сюда но он нажал одновременно с рамблом и галю отменит свой телепорта рамбл как раз таки прилетит и даст финальную ульту пачо ну это так там и вы убивали без его ульты от скорее просто прилетел хочу хоть опыт заработать так вот вернусь к мысли аналитиков они как раз обсуждали что главное почему эти ки скорее всего сегодня выиграют 2-0 или 2-1 вот такие считаний выставляли это янкос потому что янкос явно на голову лучше играет макс лора макс лор по мнению и моему и тех же аналитиков один из худших джанглеров в европейском в голубой в голубом ущелье так скажем ребят не будем говорить европейский лцс голубом ущелье теперь мы знаем настоящее название этого мероприятия а так как команда мисс фит является одним из представителей голубого ущелья то макс лор в частности тоже но и он один из худших джанглеров то есть хуже него ну наверно прайд сталкер только у которого только варвик и и и и тот не очень пока реально только варвиком играет не знаю почему валкером я даже сказал он просто бегает а ну валкер в смысле там как варвик только валкер буквы те же звучит иначе а волкер который я неправильно произношу говорю валкер это как раз просто человек который ходит вот он за варвика играет как валкер просто ходит туда-обратно в развалку еще кстати хороший прокастик фоби он про себя подумал что-то недостаточно могли за себе прикупил зато stalker хорошо нашоров стилит возможно топовый стиллер панашором у нас шук интересная конечно система в европе ребят в очередной раз я вот сколько смотрю их хорошо что в этом сплите хотя бы много киллов они делают не такие скучные команды и средняя продолжительность игр не по 50 минут что тоже приятно но нет такой вот получается в этом сплите команды прямо убийцы g2 просили да не и раньше не были убийцами они убийцы были европейцев а так то каждого игрока с кем-нибудь сравнивать они оказывались мусорными каждый игрок по отдельности ну кроме бергса он просто великолепен был на мс и еще раз еще раз его хвалю а так получается лучше джанглер находится там средней команде лучше топпер в другой средней команде лучше ады керри там в третьей средней команде лучший саппорт вообще в самой донной команде и вот так вот как так и живем ребята кто звезд то будет собирать вместе кто их будет сговаривать а новые звезды которые появляются то же самое что и в америке только в америке их еще и меньше само по себе количество этих звезд новых ну потому что они взяли систему образования своих команд давайте купим себе корейцы которые сейчас свободен в европе они вот челленджеры пригласят парня он там две-три игры поиграет все забили это не парень это не уровни lc с уходим но лучшие отдыхили же сейчас команде 61 сейчас да сейчас да но давай вспомним в этой команде 61 кто там еще лучше то и мы больше никого не назовем реклос до митя вот и все вот и приехали как бы ну что ж у нас здесь битва будет за рексайку ой за рексайку за геральдочку и ковролин какой же шикарный ковролин был положено ох альфаре сейчас надавал галлио здесь прилетает добивает он казикса ну потому что показе что шел весь этот фокус янгс в этот момент пытался то ли геральда доделать то ли что в итоге фаби ван оказался в окружении фаби ван за ним гоняется геральдка и отфлэшивается он геральдка пошла на реген потому что ей стало скучно говорит никто меня не бьет никто меня не чешет по глазику пойду-ка я на рекл но по килл у нас получается килл в килл образование правда power of evil снял больше сам универспайлов с командой h2k давайте смотреть еще раз весь файт начали делать риф геральдку янгс пошел с другой стороны на него напала ли бланк там подошла ариана ли бланк их сейчас двоих отзонит и из-за этого здесь игроки погибли но казикс до казикс пострадал ариана успела дать здесь ульту по нему пробежала на кое-как там и отдала ульту на power of will вернуться янка за кстати янкс флэш не потерял зря я говорил что он флэш тоже потерял тут только получается фаби вон все сам универки потратил остальные игроки ну так по чуть-чуть опа уда у меня таунтит игнар и игнара большие неприятности он ешка своей откидывается но ульты у него нет что поставить поле и в него просто заходят убивают 6 5 становится счет еще такие заработали себе келеса можно пойти сейчас забрать волосатого дракона либо продавить мид что же они выберут медовые медовый мид они выбирают а вот на волосатого я тогда сейчас уже не шел потому что как они туда пойдут так можно сразу же резко и потерять или в геральтку поэтому они просто вот янка здесь провардил нет они все равно идут туда телепорт у нас ли бланк тратит наверх смещается команда миссфит сторону риф геральтки и штуки не хотят тратить время на дракона сразу же рик сайка пошла к риф геральтки и чё с нюклиром тоже туда пошли но это все вот именно для этого и было сделано не хотят они отдавать риф геральтку потому что это гораздо важнее правда рик сайка не дошла пока что от янка за вот он медленно туда развал в развалочку так идет аша вроде бы как раз просветку дала видит рик сайка что они забрали уже геральтку ну и не успел просто не успели по золоту и штуки сейчас впереди но геральтка будет вызвана и вопрос о том сколько они потеряют вышек из-за этого почувствовали миссфита что надо играть как-то через свою ли бланка ли бланк не любит тимфайтов ли бланк любит как раз таки либо поукс какие-то темы где мы занимаем позицию ты их харатишь оппонентов либо ловить просто 3 в 2 2 в 1 вот такие сражения постоянно делать такое ли бланк любит а вот тимфайта лучше избегать особенно против сетапа full house это однозначно проблема команды ищите вроде бы есть в лейтгейме это аша которая слабее варуса но сможет ли power of evil ее убить просто если он не сможет вместе с казиксом до нее добраться то аша тупо разогреется под этими танками и все ну ли бланка она играет чистый сплитпуш у ханах так что то что тебе не нравится ну тебе не нравится сам по себе этот билд но в данном случае то что собирается делать power of evil это правильно он выбирает пистолет лич бэйн будет ставтом жоня как-нибудь такой наверно будет билд и будет сплитпушить всю игру останавливать сюда мне его не справиться с этим ему час уже надо начинать переходить в большие показатели магреза и хп но при этом нельзя забывать про армор ребят геральтка вызывается на миде но многие команды совершать эту ошибку метеус с этого конечно же уже в интервью говорят что делает у нас казикс это что такое сейчас какого какой нахрен мисклик как можно за казикса ешку мискликнуть это тебе не кейтлин где ты реально можешь мискликнуть что это только что было игнар даже прифигел пошел его спасать говорит чуваки как как-то надо помочь ему но команда говорит он больной ему уже не помочь боже мой можно на наш ора даже идти после такого там хотя не казикс уже воскрес он там 11 смертей было но что это за бред смотрим еще раз игнар рядом да какой мисклик дефиши продолжает нам впаривать что это был мисклик да тут не на что смотреть тут вот реально как бы мой повтор под каким углом не смотрели вообще непонятно зачем это сделал макс лор кроме того что просто впрыгнул туда там мисклик флеша я знаю ну может быть такое хотел смайт нажать нажал случайно флеш но они рядом у кнопки стоят может у него тоже кнопка прыжка находится на другой кнопки кто знает может он поменял с ешки прыжок поменял на не знает цифру 3 а на цифре 2 у него вардница но вот этот вот тринкет его и он хотел тринкет нажать а нажал 3 и прыгнул туда ужас хотел врыв делать и уйти на фонаре но врыв делать там даже не в кого было ты же видел какие там игроки стояли там стоял галлио рик сайка и браун в кого он врыв хотел ладно перегорюем как нибудь весь можно строить города полететь на млечный путь ребят но макс лору все это не светит судя по всему в этом матче уже он сначала сделал потом подумал врыв браума был ну да ульта отпрыгивает power of evil за ним гонятся четыре игрока янг сможет в него ультануть щитком арианы флешается янгес но в этот момент power of evil отслышивается ульта арианы пролетает мимо как мне кажется ребят надо было янгсу давать ульту янгс на своей ульте бы притянулся к power of evil и был бы у него была бы у него возможность еще флешнуться за ней ариановская ульта и я не уверен что пропадала бы щиток ариановский или нет ну можно было бы проверить по крайней мере есть хоть минимальные шансы на победу мисс фитов в этой игре наверное уже нету ребят power of evil сейчас начал делать пуш помимо по топу на него вышли четыре игрока и такие потеряли за это только лишь вышку на меди которая так была уже убита в хлам в ответ по сути мисс фит и даже варды нормально не расставили в чужом лесу то что они там завардели на шора ну а толку в арту очки в там тоже стоит на на шоре гонблэйд лич бэйн уже собран у power of evil и нет ни одного стака а почему а ну все просто он дарксил купил позже чем сделал киллы сначала не вне въехал думаю как так то ну а аша с варусом абсолютно наравне находится по предметам рамбл проигнорировала жоню сразу купил вот став чтобы продавливать у да мне наверное на и правильная идея не получается никак игнару выбить этот варс который там стоит не там человек спрашивал про эту именно игру здесь я просто сказал что очень-то киев на голову сильнее late game ну так и есть просто аша понимаете если там была кейтлин я бы вообще про 35 минут тут говорил если там была кейтлин а не аша но из-за того что там аша она как бы ей надо разогреваться но у него разогрева у power of его классную механику продемонстрировал вызвал клона который прикрыл его от ульты аши это красиво было сделано мне понравилось макс лор опять впрыгивает в похожей ситуации только на этот раз был рядом игнар и не было рядом вышки у речи киев чтобы они могли просто развернуться и ваншотнуть казикса да и не допрыгнул он скажем прямо просто прыгнула w нажал ловит янгаза он не смог на ешке своего тит залезает он в другое поле смайт прожимает по красному бафу и погибает ловится здесь аша ковролим пошел сверху а где же галлио а галлио нет ребят и это разгром mid game fight for b1 тоже погибает все игроки команды h2k которые были в этом сражении погибли а power of evil вернулся даже от ульты фаби ивана имя сфеты камбэкают ну как камбэк это они не проигрывали сильно по золоту но им нужно было именно вот что-то сейчас mid game организовать потому что в лейте то шансы у них незначительные на победу но все у них получилось минус идет конечно из-за того что трэш на игнари янка сперемудрил слишком долго здесь катался в лесу и надо было просто отдавать янка за зачем эти такие пошли защищать его зачем подошел нюклер с чего зачем подошел фаби вон еще непонятно там говорят что янка за фулар он фул хп армор собран да но она полностью танком решила быть в этой игре то есть только тяомат собрать надо гидро титаник которая будет а все остальное просто хп армор делать этот казикс не должен победить но этот казикс судя по всему уже победит да ладно рано еще рано с нашером еще надо что-нибудь мисфитом пропушить а если мы так посмотрим тир-два вышки стоят умеют у кейф и мисфитом ты нечем их сиджить кем ли бланка вот единственно кто может что-то делать либо кстати купила себе большой рот и с ним наверно в рободон пойдет хотя может это будет и лудон сека не факт там комментаторы все хвалят трэша который на мобильных ботинках догнал рексайку ешка отменил я ее же ешку цепями зацепил ну а чё со своими ромящими ботинками пока ничего толком не делать но вообще ромящие ботинки на брауме я не хвалю никогда если сравнить на сайтах винрейт с ромящими ботинками он хуже но не намного то есть да там вообще получается ботинки знаете не так сильно влияет на игру но вот смотришь иногда на про сцену ты видишь что вот этот вот не так сильно влияет на игру но происходит этот момент и все кто-то вспоминается конечно же воид лассона с ромящими ботинками против кто же это были тайпэй да все не могу запомнить на сто процентов против какого азиатской команды они играли что за предмет уголе у это обессал маска новая картинка у нее и новое название это обессал септер бывший теперь чуть по-другому собирается дает по сути то же самое но там цифры немножко измененные увеличенный урона магический по оппоненту плюс кдр здесь еще есть и у нас янка поддамажит power of evil power of evil снова выживает своего вызывает извините свою копию думая что куда-нибудь откуда-нибудь там ульта аши в него летит так что теперь это обессал маска называется предмет кстати сначала его переименовали в обессал маску а потом риоты на следующем патче сделали картинку поменяли ему мне теперь вот такая маска там нарисована так обусал тот же самый дано ability power он не дает но для абилити игроков там есть равно много чего полезного там лишняя хп лишняя мана ну как обычно не лишняя а дополнительные вот и для пешников это все но лишним не бывает соответственно получается рай стеоретически они могут через него играть но я попытался или за в лесу через него сыграть мусор и велинка с ним тоже будет мусорная потому что велинка все но собирает лишь бэйн следовательно и у нее с маной не будет проблем или запросу лишь бэйн редко собирает и гаунт ли тоже редко я вот подумал может быть элизе пригодится это мана в лесу нет не годится ну а так кто у нас еще хорошо скеллиться за счет маны карт ну извините картус но у него других предметов выше крыши чтобы обращать внимание вообще на этот обисал 10-7 у нас счет и что такие отпушились против нашора они потеряли только одну лишь вышку как видите не очень мисс фит с этим нашором смогли продавить синджи джи да для синджи то синджи то сгодится а амуму тоже как версию предлагают амуму согласен учитывая нынешнего амуму которую мы так и не увидели на про сцене и на самом деле какой-то ажиотаж самому пропал помните когда его реворкнули чуть-чуть реворкнули его пассивки добавили ему тру дамаг он стартанул дико хорошо в соло кушке добрался до 60 процентов винрейта риоты в спешном порядке в следующем патче тут же чуть-чуть нет нарфанули его совсем чуть-чуть там процентов 5 ослабили ему какие-то показатели сейчас не вспомню и с тех пор что-то я его не в соло ку не вижу на про сцене мы его вообще так и не увидели то есть если вспомнить это что это тот же самый патч когда рексайку поменяли вот рексайку хотя бы на просто не начали видеть снова там уму так и нету ловят здесь казикса казик пытается убежать через фонарь и у него это получается ульта аши не настолько долго застанила всего лишь секундой 25 лишь плотную стоял казикс поэтому так подошло по моему вообще должен быть мастхэв ну вот тоже вот я реально не понимаю там говорят что варвику еще может зайти ну у варвика действительно есть магический урон но он все же автоатакер и с маной проблему варвика не так уж и много его спелы дорогие но ты не тратишь когда фармишься w не тратишь свою ешку а кушка она довольно дешевый спел то есть получается может быть и спелы дорогие если два-три тимфайта подряд проводить тогда да варвику пригодится обисала так нет но обисал маска она такая короче скорее к танкам подходит вот грагас галлио кто у нас там еще ману хочет на топе иметь ну наутилус гипотетически с маукаем но их сейчас вообще не играет на прост сцене да и в салоку мы их почти не видим потому что их жесткие контрпики сейчас такие силы имеют ринектон фиора страшно я я боюсь вот реально за вас посоветовать вам попытаться просто сыграть с маукаем или наутилусом на топе вас просто унизит там пять шесть чемпионов на топе от вас камня на камне оставлять не будут я сегодня вон малфита сыграл и от меня камень на камень не оставил как бы это каламбурно не звучало малфита джарван и при этом как бы одного кила ему хватило чтобы так жестко начать сноуболить вот такие вот проблемы сейчас у топ-лейнеров там джарван фиора дариус ринектон трандл все просто съедает этих топ-лейнеров а пешников танковых то есть единственный галю вот по сути который может по-прежнему играться это ребят нежелательно а потому что и джарван против него нормально будет стоять и рейник тоже нормально у нас тут удано я попытался сделать врыв но с флеша он понял что никого не заденет а если нормальную файт он здесь не организует команда мисс фиты откатит их и тем временем power of и у просто сломает вышку но чисто 4 1 начали делать мисс фиты поняли они что больше не должно быть никаких 3 1 1 я про это вам заранее говорил о ней молодцы плюсиком за это ставлю понимаю агро гнара я еще забыл да еще и гнар ну правда гнар там некоторым из них проигрывает из этого списка вот то что я назвал например грагас с гнаром неплохо отстоит линию но тогда вы абсолютно правы еще гнар к этим чемпионам причисляется убийцам а чё сегодня гнара не сыграла не был забанен вот чатик вас всех репорт не подсказали мне я взял мальфита но потому что он нам по комбинации нам подходил мальфит я его взял танк инициатора можно было спокойно гнара взять и пусть он там хоть трижды джарваном будет из игнар фтв тем более что гнар мне нравится хороший чемпион 10 7 что у нас по вардам давайте посмотрим мисс фит это расставили хорошие варды но пользоваться им побаиваются опять же потому что у них 41 сетап обычно вот как раз таки против 41 сетапа устраивают на шоров рашей ну то есть теоретически это и штукей должны делать араш на шор ранее мисс фиты но мисс фиты ждут какого-нибудь игрока который пойдет сражаться с ли бланка ли бланка попытается в него заулынить и рядом будет кто-нибудь еще ли бланка чудом убежит и тогда они стартанут на шора правда они находятся не на тех сторонах немножко не понимаю почему пауэр афуэл так засел на топе ему бы засесть на ботлейни и рамбла не отсылает на бот мисс фиты затягивают игру затягивают ворвался янкс выбил варды закопался похилялся еще один вард выбил это все потому что рамбл ушел варды защищать у мисс фитов не осталось никаких возможностей и я по-прежнему честно не понимаю почему ли бланк не идет вниз у нее нет телепорта кто-то скажет да но поверьте мне эти такие не смогут начать на шора против такого сетапа варус рамбл казикс у них рексайка то есть на шор они сделать не смогут ворваться они и так не могут а вот power of evil утащить за собой уда мне спокойно мог бы на боте потому что у да мне только благодаря тому что у да мне здесь рядом бегает можно было бы туда ходить амунда профит мунда мунда так рио ты тому что-то бафанули немножко предметы его кстати говоря некоторые тоже бафанули но не думаю что мунда вернулся в игру мунды не должен убивать ну да да он скорее вот он врывчик нет 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 комментаторы я прослушал блин вот хоть хочется перемотать трансляцию назад power of evil только что рекорд установил европейский только я прослушал какой то есть рекорд я понял какой я число прослушал сколько игр подряд он умирает меньше чем один раз только что 35 минута когда произошла риот и дефишу отсчет проводили сказали что в среднем power of evil отдает один килл начиная вот с этого момента но за какое количество игр нам не сказали это рекорд европейского lcs а и они еще до дописали такую информацию что если вы играете league of legends фэнтези но это игра чтобы зарабатывать очки там свои команды создавать и если у вас был power of evil то вы в среднем каждый раз будете максимальные очки зарабатывать именно за него потому что он вообще не умирает паренек но именно вот на 35 минуте это произошло так что power of evil действительно один из самых не умирающих медленеров может быть даже power of evil хоть и не по мнению капса но может и как-то претендовать моментами на первое место у него плохо с фармом дело и даже в этой игре это заметно 327 фарма на 36 это показатель довольно низкий особенно учитывая что вообще никаких битв не происходит кто-то скажет но он на ли бланке блин ребят вспомните как бьерсон играет на ли бланке или дженсен или нюкдаку отдайте ли бланку и вы увидите на этой минуте 400 фарма у них это ну или того же самого фрогена а вот он 328 то есть он плохо фармится но когда оказывается у него хорошая киллов у него дико много может быть этого и достаточно команде мисс фит и не читает твич сегодня америка до сегодня америка будет почему не читаю я не все сообщения читаю некоторые пропускаю а тогда новая лб фармит ого-гот да 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 я про это говорю новая лб да и старая фармила тоже неплохо а у вас проблема была только на линии а потом вы просто с прокастов забирали вы его себе ну правда да 20 секунд потом у вас не будет ульты но с прокаста вы тоже забирали а сейчас очень хорошо фармится ли бланка не хуже райза уже и на линии ну вот единственно action который у нас происходил это то что последний за последние 7 минут это что мы узнали что power of evil у нас не умирает какое-то количество игр знаете как в честь киржакова делали сайт сколько дней прошло с тех пор как киржаков забивал последний свой гол в регулярном чемпионате так и вот здесь риуты сделали обратный отсчет сколько же power of evil какой же когда будет у power of evil а россии его реворки райс да странно что тринда мира не реворку и там как бы вот райза реворку и постоянно это создатель игры рита легенд тринда мир как бы второй создатель игры рита легенд и ну их просто зовут райса и тринда мир в честь не были как же классно он это делает это просто в хайлайце можно закидывать тоже пом третье ульта аши который летит прямо в в клон или бланки что ж так уныло на есть немножко унылости но action произойдет дальше и да ну правда на самом деле их зовут одного зовут райса второй тринда мир и когда райза перестали все пикать наверняка сам этот разраб райс сказал что надо надо бы меня вернуть в игру четко как ненормально вот странно что тринда мир не просит себя вернуть в игру в лиге легенд он вообще по-моему не игрался никогда кроме как случая когда он был ability power тринда мир но это было связано с новым билдом который придумали соло кушники через лич бэйн через наш ортуз что там еще было кто напомнит на гуинса вроде была до гуинса лич бэйн на шорт туз full ability power спине тройну войд став понятное дело жоня понятное дело дфк тогда уже не было вроде бы хотя насчет дфк не уверен в том же сезоне вроде бы дфк пропала но зато тринда мир решил устроить себе личную жизнь хотя бы в игре но кстати да тринда мир кто не знает его жена постоянно у нас в этом сезоне играется и в этой игре она тоже есть угадайте кто его жена кто не знает по истории тринда мира есть жена хоть у него одна рука сильнее другой но и он это сам говорит тринда мир ну там видимо знает люди пишут с слишком легко слишком легко я думал может кто-нибудь скажет ориана или скажет ли бланка какая ульта хорошая замедляется команда и штукей но самое смешное не могут организовать мисфиты никак свое сражение почему да потому что у них 4 1 пуш браун его жена наварус нет все же аша ребят действительно эш или аша это его жена но самый смешной риуты не сделали ни одного диалога у них вместе просто по факту лору они муж и жена никаких лор фишечек нету у нас начали делать на шоро команда и штукей посчитали они что мисфиты могут сейчас немножко расплититься но через телепорт прилетает сюда ли бланк и она готова отстреливаться наносит много урона казикс пошел смайт войну не дают улететь далеко рамблу рамбл пытается раскидываться спеллами за него цепляются у да мне если у него флэш флэша нет но есть прыжок флэш но ультаж и все но попадает рамбла рамблу кидается фонарь но здесь он далеко стоял поэтому там попал где-то на 2 2 с половиной секунды можно снова вернуться на на шора тем временем power of evil уже пропушивает ну надо возвращаться на на шора и вот сейчас ребят включается как мы будем останавливать макс лора макс лора есть флэш у макс лора есть ульта он будет играть смайт войну да у него нет вижена поставили вард 1 против него поставили вард 2 против него он ушел в инвес бегает ставится фонарь чтобы был вижен кидается хук чтобы тоже вина бижен продолжался прыгает он через флэш прыгает внутрь туда и выиграл нет а нихера но 4 1 продолжается power of evil пытается сломать ингибитор но надо было быть наверно как-то ценой своей жизни его сломать по моим power of evil не знает этой маленькой фишечки которая есть я вам расскажу после того как они его убьют сожрали эти штуки его но ингибитор потеряли потеряли все же таки о ценой жизни его зачистил кто не знает маленькую фишечку клона ли бланки прокает лич бэйн такие дела ребят клон ли бланки прокает лич бэйн если чё-то непонятно переведу потом на русский а так за счет ли бланки можно было второго второй ли бланки можно очень быстро сломать этот ингибитор но power of evil даже не вызвал своего клона то может он у него в кд был я просто пропустил этот момент такое могло быть что он в кд его тратил сейчас не мог вызвать но с нашур бафом и чтуки пока мертвый power of evil пропушивает эту четверку пошла ульта рамбл отзонивает игроков быстренько хан сама подошел расстрелял всех крипов зачистил все и тожняют ну все макс лорд опять делать здесь какой-то странный врыв но правда на этом в реве у да мне попался андамника еще хукует пытается его убить он прожимает горгулю получает лишние 4к хп себе но выжить по-моему ему не удастся стука cc эффектов но все еще жив на ешке своей уходит браум кидая чаток его спасают казикс тут у нас поддамаживает цепляет нюклера замедляет его хок ловит браума браума можно отдавать браум давал кушку ариана давала ульту от фабивана но мимо казикс прыгивает дает замедление по игрокам но по-моему здесь уже не догнать здесь они уже убежали элдер дрейк там есть кстати говоря и янкос отдаст его он да не пойдет скрипт ульта аши ждет просто вызывать клона только для этого ну ладно опять не лишние дополнительные да то у меня проблема у меня не постоянно лишние этих пэм но они лишние для врагов понимаете как бы я исхожу из того что блин для врагов они реально лишние опять надо лишние хп снимать самая длинная игра команды h2k в этом сплите 44 минута игра продолжается но мы толком то это даже определить не можем пока что кто победил power of evil сейчас с элдер дрейком бафом про там всего один баф пойдет по низу открыт ингибитор сломан здесь ингибитор на топе помидо он идти не может подходит видишь что там на шорба висит значит галли или кто-то рядом и пошли оттуда мисс фиты хорошо держится но они держатся за счет ли бланки сплит пуша но он ограничен ребят ограни вот эти все с этапа 4 1 они ограничены за всю историю там можно единицы матчей найти когда 4 1 сплит пуш именно 4 1 сплит пуш а не то что вы за счет этого там забираете какие-то объекты пока это единичка отвлекает момент вот как это делать все есть вот в общем только единицы игр что это приводило плюсы там эти все игры были массе что-то там даршан делал зеон спартан что-то там делал метеус на ногтюр не помните что-то там делал хаузер на этом на транли по-моему это было что-то делал вандер нагнария что-то там фиора от сам дея ну вот как то так вот на такие единицы чаще всего это провал чаще всего это провал получается то есть если ваш сетап четверка способен сражаться с оппонентом четверкой то на шести предметах чаще всего это единичка она тоже приходит к вам и вы стараетесь уже пять на пять воевать но вот здесь я вижу что просто мисс фитов но обречена их четверка они не способны воевать они вы помните сколько по времени они убивали галю вы это помните а вот теперь задумайтесь что им всем файта надо его тоже убить а в этот момент их будет ариана пытаться ультой убивать а в этот момент янкос будет еще делать прыжок и аша разогреется lmq команда называлась я помню спросили кто-нибудь помнит название команды с пятью китайцами lmq команда которая играла в самый агрессивный лолец ну на тот период сейчас таких команд мы почти не видим но средняя продолжительность игры для той команды было 26 или 29 минут что-то такое в то время когда средняя продолжительность американского чемпионата была там 39 игр то есть почти 10 минут с плюсом и самое смешное после 30 минут они вообще ни одной игры не выиграли ну или там парочку каких-то одержали побед но это даже не считается так у них средняя статистика после 30 они точно проигрывают потому что команда вообще не понимала как играть дальше они привыкли играть в этот китайский лолец где все волны шли но в том сезоне было популярно а когда приехали на чемпионат мира скажем прямо обосрались не буду я здесь скрывать буду говорить на французском сразу реально просто обосрались и опозорили это по моему худшее выступление американской команды было на чемпионате сколько вспоминаю другие команды хотя бы что-то там кого-то где-то побеждали то есть добыли плохие выступления и команды тсм но они там две-три победы все но в группе одерживали из восьми игр а эти так вообще ничего не одержали там одну победу и то на 2 олд карт регионом вот такой вот интересный сезончик был тогда лмк пробились а на чемпионате вроде вообще ничего не показали то может быть может быть хуже них тоже были команды потом еще смотрим на урон весь урон аша наносит риана вообще ульту не попадает в этой игре здесь же ну такой общий урон получается команды мисс фит довольно хороший меня немножко по казикса вопрос почему но настолько сильно он отстаёт вроде же не танк вроде даже одесса собирает но пропускает а зачем он собрал ксс это аташи ульты за казикса собирать ксс аташи ульты чтоб я так жил как говорится да ребят ну просто как мне кажется это потраченные деньги в никуда были мало того что аша в тебя даже ультить не будет а во вторых у тебя есть ульта чтобы просто уворачиваться от ее ульты а да мне тут страдает от power of evil а прожимает он таунт ловит power of evil на его прыжкин тут новую цепь накидывает но да мне тут же нажимает на себя щиток там локит я так понимаю да есть уже выживает но вышка вся но падает power of evil он притягивает наносит урон дает подкидывать слушайте там power of evil может так умереть он отслышивается нам этого недопоказывают он цепляет цепью а у да мне а да мне уходит на рекол восстанавливать хп в этот момент и чтукеи начали делать на шора и следовательно галю то сейчас сюда вернется а вот ли бланк сюда прийти с таким хп не сможет галю нажимаете ли порт и лицаца ульты аши рамбл дает мимо ульту прилетает галю это провал мисс фиты проигрывают это сражение но что сможет сделать ли бланка да ничего ничего не сможет сделать ли бланка но сломает она ингибитор надо идти сразу ко второму power of evil не трать время ко второму беги ингибитору не он пошел вышку ломать а в этот момент погибает варус и мог забрать сейчас два ингибитора попытаться хотя бы хотя все но бы ничего не дало да тут все но бы ничего не дало и он погибает от вышки да там не фаби он там вышка его убил он прыгнул три удара вышки получил и умер 1-0 и чтукеи залидировали в этой игре 4-1 сетап в очередной раз провалился связано это с тем что индивидуально power of evil не справился единичка не справилась с галлио она потеряла очень много хп и получилась ситуация что если я сейчас объясню ребят еще раз если сейчас ли бланка реколится на базу восстанавливать себе хп и галлио реколится на базу восстанавливать себе хп то они оба прилетают на наш ора 5 на 5 слабее у команды мисс фит это команду power of evil а не устраивает поэтому ему приходится оставаться с этим хп и пытаться продавить а галлио победителем уходит на фонтан восстанавливает хп и летит туда и power of evil так как у него нету маны нету хп он не особо опасен был с этой стороны и последним прилететь добивать тоже нет смысла провал провал аша очень ключевой чемпион был я бы говорил про кейтлин что она им 35 минуту бы подарила абсолютный лейтгейм да это факт но аша очень много хороших ультов давала хоть она и несколько ультов промахнулась или там попала в клона но эта ульта всегда держала в напряжении команду мисс фит ну что ж идем на перерыв 1-0 довольны фобиван конечно же первую ульту за игру попал и наконец-то сделал килл а пока у нас перерыв украина